Приветствую вас. Понимаете, личность и её тип не складывается в одночасье. Личность и её тип складываются в течение достаточно большого количества времени под влиянием различных факторов. Я понимаю, что я сейчас говорю достаточно такие избитые вещи, может быть, но раз уж вы задаёте такой вопрос, да, раз вы задаёте вопрос так, то, соответственно, я должен вам ответить на него, да. Тип личности формируется не сразу, тип личности формируется в течение продолжительного времени. И, говоря продолжительного времени, я имею в виду не один десяток лет, если вам, соответственно, ну, больше двадцати, допустим. Поэтому, поэтому для начала, для начала нужно понять, как формировался тип вашей личности. Для начала нужно понять, как это происходило у вас. И уже потом, уже потом, после этого, думать о том, что делать с этим дальше. Условно говоря, условно говоря, ваш тип личности сформировался под влиянием, ну, какой-то среды, каких-то историй, каких-то событий и так далее. Вот. И нужно смотреть, когда и какие вы принимали решения и почему. Следующее, что очень важно, это то, что для этого нужны убеждения, для этого нужна установка, для этого нужна позиция. То есть, в натуральном смысле, да, нужна позиция. Нужна позиция. И позиция нужна, ну, понятно чья. Нужна позиция нужна ваша. То есть, для того, чтобы поменять свой тип личности, нужно поменять ваши позиции и скорректировать ваши установки, которые у вас есть. Что может быть не так, не так легко, ну, если они у вас, значит, если они у вас достаточно устойчиво. Так что у Пьеро из мультика, у Пьеро из мультика были свои установки, свои взгляды, которые он сформировал в течение не одного и даже не двух. Дней. Знаете? Вот, а вы наверняка, Пьеро из мультика. Поэтому здесь, я думаю, вот, так нужно вам обязательно на этот вопрос ответить. То есть, я думаю, нужно исследовать вашу личность. Я думаю, нужно исследовать вашу индивидуальность. Я думаю, что можно и нужно с этим поработать. И, соответственно, после этого можно будет о чем-то говорить. То есть, после этого можно будет что-то делать. И вам помогать. Проследите свой путь. Как вы пришли к тому, что вы имеете сейчас. Для чего вам ваша позиция, которая у вас есть сейчас? Что вам дает, может быть, эта позиция, которая у вас есть сейчас? Скорее всего. Скорее всего. Вот. А дает она вам защиту, эта позиция, от близости. Скорее всего. Защищает вас от близости. Ну, как я думаю. Я, по крайней мере, так думаю. Я не берусь утверждать наверняка сейчас. Ну, а думаю, почему-то именно так. Если это действительно, то есть, если действительно ситуация такова, то вот, для начала, со всем этим и нужно вам разобраться. То есть поменять тепличность, что сами вы, скорее всего, не сможете поработать. Эта работа достаточно серьезная, а главное, ответственная, потому что нужно еще не разрушить вас, нужно еще вам не навредить, а сами себе вы, скорее всего, навредите. Вот. Поэтому, не занимайтесь этим сами, да, а выберите себе эксперта. Хотя бы на нашем ресурсе. Вот. И доверьте это профессионалу. Который качественно подкорректирует ваш тип личности так и чтобы вам было хорошо. Вот. При этом, на мой взгляд, на мой взгляд, не стоит мыслить такими категориями, да, как тип личности. Это лично глобально. Я бы сказал, что ориентироваться надо бы на менее глобальные вещи. Такие, например, как то, что вас, допустим, не устраивает. То есть, ну, просто вот, посмотреть, посмотреть, да, значит, посмотреть, что вас не устраивает по позиции вашей, что вы хотите привнести в свою жизнь. То есть, ведь где-то, в каких-то ситуациях, то, что с вами происходит, вам идет на пользу. И то, что происходит, является, собственно говоря, вами. То есть, отказываться от этого, наверное, полностью не стоит. Тут, наверное, с умом подходить к этой истории и самое главное, наверное, ну, не спешить. Самое главное не спешить. Все изучить, исследовать и уже тогда после этого можно будет думать, как давать вам какие-то задания для коррекции волчебопроведника. Вот, я думаю, по крайней мере. Так, конечно, у вас может быть свое представление об этом. Вот, но мне, мне думается, так, мне думается, вот, так нужно действовать, действовать, да, чтобы все-таки не навредить вам. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok